Только в Альфа-банке. Самая высокая ставка в России по накопительному альфа-счету. Откройте в апреле и получайте 9,5% с первого месяца. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Эх, Шри-Ланка, 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 как же здесь красиво, прекрасно и хорошо. Но много нюансов. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики к каналу. Как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня в этом выпуске я покажу, с чем мы сталкиваемся, покупая билеты в Турцию. И это непросто. Сразу хочу вам сказать, что мы поймали сложности. И досмотрите этот видеоролик до конца. Поддержите его, потому что есть много грустных моментов. Решать приходится, вот знаете, максимально быстро, чтобы ничего не упустить, чтобы ничего не потерять. Выпуск будет тоже такой информативный. И самое главное, почему об этом все молчат. И мы к этому абсолютно не были готовы. Но после такого этапа, что вот мы прошли, конечно же, хочется с вами поделиться и вам про это рассказать. Потому что это на самом деле очень важно. Про это многие не знают. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Сделайте репосты в социальные сети. Не забывайте, что все самые важные и нужные ссылки есть в описании к этому видеоролику. И погнали. Недавно скидывал в свой телеграм-канал пост по поводу билетов из Коломбо, значит, в Стамбул. Вот, мне там ребята начали советовать. И один наш подписчик написал, что вот, типа, смотри такой рейс, смотри, как дешево стоит. Одна стыковка, вот прям идеальный вариант. Начал смотреть, а цена уже была гораздо дороже. В итоге, представляете, сегодня, смотрю, этот рейс стоит 115 тысяч рупий на одного человека с одной стыковкой. Я, короче, такой, так, все, вот прям сейчас срочно нужно брать. И вот мы сели сейчас заполнять билеты компании вот Fly Dubai. Сейчас посмотрим, как будем оплачивать. Надеюсь, у нас все получится. Вот общая сумма. Вроде как, вот она должна быть правильной. Сейчас по итогу посмотрим. Это уже включено стандартное питание. Один багаж 30 килограмм. И без выбора места. Мы берем целых 5 паспортов и начинаем заполнять здесь все данные. Сейчас пытаюсь оплатить билеты, значит. В чем есть сложность? Если покупать через агрегатор, например, тот же авиасейлс, да, есть огромный плюс, что он принимает российские карты. Это вообще великолепная история. Но если мы покупаем напрямую у авиакомпании вот Fly Dubai, то у нас билеты нам обойдутся на 45 тысяч дешевле. То есть, понимаете, да, в чем смысл? То есть, как бы можно авиасейлсом воспользовать, да, хорошо, но тогда мы не сэкономим 45 тысяч рублей, что немаловажно. И здесь следующая история. На сайте Fly Dubai ты оплачиваешь билеты, нужно ввести карту. Причем самое интересное, что обязательно держателем карты должен быть ты. За другого человека ты не можешь, то есть, карты другого человека ты не можешь оплатить. Причем тебе нужно в аэропорту, как я понял, при регистрации показать карту и копию паспорта. Короче, странная тема, ни разу мы такой вообще истории не сталкивались, что это такое тоже не знаю. Я почитал в интернете, что можно сделать следующим образом. Значит, выбрать другой способ оплаты, то есть, не сейчас карты, а оплатить позже. И оплатить через колл-центр. То есть, звонишь туда, называешь бронь, они тебе высылают ссылку, и тогда ты можешь оплатить карты мир. Так это или не так, не знаю. Вот сейчас буду делать туда запрос, и вместе с вами увидим. Можно ли так сделать? Я не знаю, сколько времени прошло. Мне кажется, часа, наверное, 3 или 4, что вот мы так промучились сейчас этими билетами. Выход, как оплатить российской картой, мы нашли. Сейчас я вам расскажу. Короче, смысл заключается в следующем, что если покупать через агрегатор, я говорил, гораздо-гораздо дороже билет получается. Следующий момент. Если мы оформляем через напрямую этого FlyDubai, то смысл следующий, что ты можешь оплатить картами, других стран, у нас есть карта турецкого банка, но у нас отключилась сим-карта, и нам не приходят, получается, вот эти вот... Как он, типа код, да, пуш-уведомлений в Зиротбанке тоже нету. Соответственно, рассчитаться сейчас этой картой мы не можем. И у FlyDubai есть такая интересная штука, что если ты летишь из некоторых стран, конкретно из Шри-Ланки, то за тебя не может оплатить третий человек. То есть, например, вот у нас есть Raytheisen карта, банковская, MasterCard, то есть банк не под санкциями. Этой карты можно оплатить, но она оформлена не на меня, не на Настеньку, соответственно, мы не можем ей оплатить. Вылет из Колумба с оплатой третьим лицом билетов запрещен. То есть, если мы оплачиваем этим человеком, этой картой, то этот человек должен лететь с нами, представляете? Я вообще даже и думать не мог, что вообще такое возможно, что, мол, типа есть какой-то запрет на оплату третьим лицом. Вот серьезно, как говорится, век живи, век учись. И смысл в том, что я почитал, на сайте есть такая информация, мол, что они ввели снова оплату российскими картами, но не напрямую на сайте, на сайте ты это сделать не можешь, а можешь это сделать, позвонив в московский колл-центр и сказать, что у меня такая-то бронь, и, соответственно, они скинут ссылку тебе на почту. Мы находимся здесь, на Шри-Ланке, позвонить туда мы, естественно, напрямую не можем. И для этого мы позвонили нашим друзьям в Смоленск, в Самбату. Я говорю, ты дома, дома, давай помогай. В итоге, как лайфхак, да, возможно, кому-то, если нужно решить какие-то вопросы по телефону, например, в России. Я позвонил, собственно, Самбату, Самбат подключил второй телефон, и со второго телефона звонил в представительство российской компании FlyDubai, где, собственно, я по громкой связи общался с сотрудником, назвал ей бронь, объяснил ситуацию. Она мне подтвердила, что да, действительно, если вы оплатите картой чужого человека, то вас не выпустят из Коломбы, и вас просто развернут, деньги сгорят, и, собственно, будет полный трындец. Что мы сделали? Она проверила, значит, нашу бронь, пересчитала эту бронь и скинула новую цену. Вот если бы у нас карта ZeratBank обработала, то мы бы купили билеты за 105 или 107 тысяч на российские рубли. Так как у нас нету, она нам пересчитала, зато теперь есть возможность оплатить российской картой. Мы, соответственно, оплачиваем 125 тысяч с копейками. Ссылку отправила на почту, сейчас я пойду открою и уже непосредственно попробую оплатить. Ну, вот, собственно, вот такая система. Вот они мне прислали ссылку на оплату. Ссылка говорит во вложении, сессия на оплату активно 30 минут. Так, детали вашего заказа, тара-та-та-та-та. Итого, тра-та-та-та-та. Перейти к оплате. Сейчас будем пробовать. Ну что же, дело сделано. Минус 125 тысяч 410 рублей. Статус оплачено. Дальше сейчас будем смотреть, как все это дело будет происходить. Только в Альфа-банке. Самая высокая ставка в России по накопительному альфа-счету. Откройте в апреле и получайте 9,5% с первого месяца. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Буквально 3 минуты. У меня прям максимально хорошая новость, потому что у нас получилось, значит, оплатить. Оплата прошла. Значит, мне прислали подтверждение бронирования. То есть, все, все хорошо. Будем, как говорится, вылетать. Один багаж, 30 килограмм. Дали они вот эти, как он, бронирование. Короче, прислали бумажку на почте, что бронирование все подтверждено. Осталось только будет потом зарегистрироваться на рейс. Зарегистрироваться на рейс я видел, можно прям на сайте онлайн, чтобы не терять время непосредственно уже в аэропорту. Я уже в компьютере посмотрел бронь. Да, все хорошо, все отлично. Присылали потом, значит, на почту мне такое сообщение. Уважаемый Вячеслав, оплата прошла успешно. Билет выписан, направлен на вашу почту. Чек высылаем во вложение. Приятного вам полета. Напоминаю, что мы полетим авиакомпанией FlightBuy. Надеюсь, у них там все нормально, без всяких каких-то там изъянов и так далее и тому подобное. Но опять-таки посмотрим, да, как по возможности все снимаем, максимально показываем, чтобы вы были к чему-то готовы. Но вот на самом деле вот про Шри-Ланку или Шри-Ланку, вот никто не рассказывает то, что нельзя никак вот оплатить вот такими какими-то путями. Вот серьезно, вот столкнулись с этим и просто охренели. Спасибо им, что они возобновили оплату. Пусть они берут дополнительную за это комиссию. А конкретно у нас билет, вот я про что говорил, что цена классная. 109 тысяч 195 рублей у нас стоит билет. И он бы так стоил, если бы у меня была бы активная сим-карта турецкая. Мы бы просто зератовской картой оплатили и все. И не делали бы голову. А сейчас получается, что получился сервисный сбор агента 16215 рублей. Итого нам билеты обошлись в 125 тысяч 410 рублей. Но это, друзья мои, на минуточку, это гораздо дешевле на 25 тысяч, если бы мы покупали эти билеты через любой, абсолютно любой агрегатор. Вот как-то так. Обычно на агрегаторах всегда дешевле, но нужно проверять еще и компании, потому что, возможно, вам вот так вот повезет, как и нам. Еще на днях у нас вышел выпуск. Вот этот вот, кто не смотрел, обязательно гляньте. Там тоже куча информации, куча наших мыслей, наших переживаний и наших дальнейших планов. И мы стараемся делиться не только с положительными моментами жизни, такие веселые, розовые очки, картинка, все красота. Но еще и делимся с неприятностями, которые с нами получаются. И вот одна из таких неприятностей как раз была с машиной, потому что мы улетали из Турции, получив отказ, да, и мы не понимали, что делать с машиной. И знаете, мы сняли большой выпуск. Вот так он выглядит, тоже можете посмотреть, кто не смотрел. Мы оставили ее на таможне, поняли, что это официальная история. Но после выхода последнего видеоролика начали писать про машину, как вы так могли оставить, что тра-та-та, это все, короче, неправильно, вы, походу, попадете на растаможку и так далее, и тому подобное. Самое интересное, что в выпуске, который мы вот снимали в Турции, когда оставляли машину на таможне, в конце выпуска, когда мы ее отдали, я сказал, что вот как будет, то есть мы ее оставили, да, вроде как официально, но учитывая все эти законы турецкие непонятные, когда прилетим, вот мы и будем смотреть, что у нас по факту получилось. Конечно же, я уверен, что, посмотрев наш видеоролик, многие люди, попав в такую же ситуацию, решили сделать так же. Хотя мне даже писали, что на таможне просто анталийская сейчас забита битком и даже вроде как там машины не принимает. Но это не точная информация, это просто со слов нашего одного зрителя. Так самое, что интересно, что прилетел вот такой вот комментарий, я его почитал и даже немножко попутал. Ну, типа, звучит как такая, типа, предъява, мол, типа, я на вас посмотрел, повторил, и у меня не получилось, короче. Еще я там билеты потерял, отели потерял. Ну, во-первых, билеты возвращаются, отели тоже возвращаются, там за учетом самое страшное, это какой-то небольшой комиссии, это все фигня. Смысл в том, что я читаю человека, зашел, тоже посмотрел, что говорит женщина, да, семья. И удивительно, вот мы подавались в Анталии, и мы в Анталии оставляли машину. И мы не просто приехали с голой жопой туда, типа, держите, смотрите, у нас просрочка больше месяца, возьмите нашу машину. Нет, мы приехали туда после получения отказа, получения официального документа, что мы не просто так находились в Турции, и после этого они забрали нашу машину. А в данном случае семья приехала, подавались в Анталии они тоже, поехала в Измир, ну и там, видимо, застег их отказ, когда они путешествовали, и они поехали на таможню в Измир с просрочкой два месяца. И как бы, естественно, таможенник смотрит на ваши документы и говорит, ничего себе, а почему у вас просрочка, вы вообще нелегально находитесь, собственно, о чем и комментарий. И какого хрена? Я на самом деле вообще удивляюсь, у вас прям там могли они забрать тачку и просто поставить ее на штрафстоянку, потому что вы приехали в таможню вообще нелегалами, с просрочкой. Короче, я к чему? То, что мы показываем, мы показываем исключительно свой опыт. Если хотите на шоу повторить, то как минимум с нами нужно проконсультироваться и убедиться, что точно у вас так же получится сделать, а не ехать, тем более вообще в другой нахрен город, в другую часть Турции, это возле Стамбула, и делать то же самое, хотя документально мы вообще оформлены в Анталии. Странная история, просто я так вчера тоже думал, да, там, блин, тоже не повезло, так же, как нам, так же, как многим, но опять-таки повторюсь, как и тогда повторялся, что у нас с машиной получится, мы до сих пор не знаем. Мы знаем только одно, что мы теперь точно вылетаем из Коломбо, то есть из Шри-Ланки, в Стамбул. Мы до сих пор не покупали билеты из Стамбула в Анталию, потому что мы не понимаем, запустят ли нас в страну, потому что визовых дней, туристических дней, как мы поняли, у нас нихрена нету. Что у нас будет со штрафом, мы тоже не знаем, и говорили мы про это, когда мы улетали, что мы не знаем, потому что с нас штраф не взяли, нам поставили какую-то печать там на билет, и по сути все, штраф не брали. Если у нас запрет, нам запрет не давали. Будет ли он по факту, возможно, как-то в базе, мы тоже не знаем, поэтому мы и билеты не покупаем. И мы даже на Шри-Ланку билеты не покупали до тех пор, пока мы не сдали машину на таможне, нам не дали документ, что у нас тачку приняли, мы не сделали вот так вот. А потом уже через день или через два мы смело пошли и покупали билеты уже на Шри-Ланку, понимая, что в Турции теперь нас точно ничего не держит. И возвращаться в Турцию можно будет только, когда заканчивается срок уже непосредственно у машины. Вот, собственно, друзья мои, вот такой вот видеоролик рассказал, куда мы дальше. Теперь мы точно знаем, куда мы дальше. Рассказал, сколько нам дальше стоит улететь в Турцию, да. Теперь вы тоже знаете, что улететь из Шри-Ланки тоже не так-то и просто, как оказалось. Почему об этом все молчат, до сих пор я не понимаю. Но, слава богу, что есть Ланк, который делится максимально всей информацией. Ставьте лайки, по-прежнему пишите комментарии, делайте репост в социальные сети, ведь такая поддержка нам очень необходима. Не забывайте про то, что у нас в группе во ВКонтакте есть подписка, она платная, стоит она всего лишь от 250 рублей, и тем самым вы попадаете в абсолютно закрытую информацию именно для донов. Ссылку я оставлю в описании. Также не забывайте про наши авторские гайды, сезон скоро начнется, и у нас их несколько. Также есть ссылка в описании, переходите и смотрите. Ну, а я буду с вами прощаться, до нового видеоролика. Пока мы грязнем вот в этой вот очень такой рутине, где нужно решать какие-то вопросы, но опять-таки стараюсь делиться, а не просто типа, эээ, мы приехали в Турцию, чик-чик, у нас все хорошо, такие, ууу, все там, все классно, и люди смотрят так на многих, блин, как у них это все получается. Да, просто многое дерьмо остается за кадром, а мы как бы тоже всем делимся, чтобы многие, кто захочет, также там понимали, что как бы есть трудности, есть вопросы, которые нужно решать. Все, друзья, пока!